Итак, дорогие друзья, самый важный момент. Инструкция получения вашего любимого мотоцикла. Запомните, мотоцикл к вам приходит. Никогда не подписывайте бумаги об акте приема-передачи. Сначала досмотрите свой груз, посмотрите целостность обрешетки, целостность полиэтиленового стрейча. Если вы увидели какие-то повреждения, сразу же бейте тревогу, включайте видеокамеру вашего телефона. А что может произойти? Могут на вашем грузе транспортная компания перевозить какие-нибудь железные конструкции, которые упадут сверху на ваш мотоцикл и помнут ваш бах. Могут выкинуть ваш мотоцикл с перона вместе с обрешеткой, и он ударится, и повредится передняя вилка, потому что она зажата впереди. Молодой товарищ на погрузчике, он просто возьмет вилами погрузчика и погнет ваши трубы и сломает вам под дом. По возможности, разберите обрешетку прямо на территории транспортной компании. Если нет такой у вас возможности, то обязательно снимите полиэтиленовый стрейч и досмотрите внимательно мотоцикл, сфиксируя это все на видеокамеру. И только после того, когда вы убедитесь, что мотоцикл у вас целый и соответствует фотографиям, как вам отправляли перед отправкой, подписывайте документы. Если вы увидели какие-то моменты, бейте тревогу, снимайте это все на видеокамеру, не подписывайте документы и будьте бдительны. Добрый день, дорогие друзья, и компания Motolife.ru приветствует вас. У нас сегодня замечательное событие, потому что сегодняшний наш видеообзор посвящается мотоциклу эксклюзивному. Да-да, совершенно верно, эксклюзивному. Ведь этот мотоцикл считается эксклюзивным даже в Японии. Итак, перед вами Kawasaki GTR 1000. И литературное название его Kawasaki Concurse. Мотоцикл очень необычный, сделан в стиле действительно GTR для путешественников. То есть большой массивный мотоцикл с низкой сидушкой, с очень большим баком. Конечно же, с большим передним обвесом, почти такой же, как на Voyager или на Honda Goldwing. И, конечно же, съемные большие кофры. И самое примечательное, что этот мотоцикл, в отличие от многих его собратьев, он на кардане. То есть Kawasaki динамичный мотоцикл на кардане, надежный, неприхотливый к себе и с множественными начинками. Начнем. Мотоцикл пахнет, скажем так, винтажным стилем. Так как у него седло очень низкое, широкое и сделано из материала, как будто бы сделали из куртки Арнольда Шварценеггера. Она кожаная, прям приятная на ощупь. У мотоцикла большие широкие лапки, на которые можно ставить обувь в любой поверхности. То есть, может даже в сланцах ездить. Ну и начнем. За основу, конечно, был взят мотоцикл GPZ. Но GPZ он более такой спортивный, заточенный, неудобный. И здесь модернизировали его, поставили на него руль с высокими секционами. То есть, руль получается такой же, как на дорожном мотоцикле. Очень широкий, узнаваемые пульты, такие же, как и на Zizere, как и на GPZ. Третье, панельная приборная доска, очень интересная, схожая с автомобильной, дорогие друзья. Когда мы загорается, две красивые лампочки на спидометре. У него 240. Этот мотоцикл спокойно поедет 220. Ну, для того, чтобы ездить 240, надо будет ставить более широкие покрышки. Мы об этом поговорим. Приятно, что кавасаки подходят всегда очень требовательно ко всем элементам. Обратите внимание, как рукояти сделаны с такими рефлекторными штуками. Для того, чтобы ваши руки на скорости не соскользнули. И вот рычаги тормозные под пальцы, как будто бы это курок пистолета, дорогие друзья. И поехали тут, и понеслась. Автомобильные зеркала, которые складываются для того, чтобы заезжать на автомойку. Сложили, у вас автомойка помылась, вы выехали. Очень большой, красивый обтекатель, который будет забирать воздух и все перегрузки. Это практически как на маленьком автомобиле стекло. Вот он будет ударяться и уходить. А вы будете наслаждаться, дорогие друзья. Вот здесь у него захват под печку. Там у него печка по-любому, сюда воздух захватывает. И вот оттуда выдувается, и вам дует на стекло. И у вас впечатление езды будет создаваться, чтобы вы не уснули за рулем. Большая сферическая фара. Стеклянная, это очень приятно. То есть туда можно ставить очень мощные лампочки. Они будут светиться. Лампочку синюю поставили, он будет синим светиться. Ну и что, и начнем с самым интересным. Переднее колесо. Вилка очень длинная и тонкая. Колесо также, обратите внимание, классическое на литье. Тоненькое, с маленьким подъемом. О чем это говорит? Мотоцикл будет очень вверткий. Вот так щук-щук-щук-щук. Он просто как рыба в воде. Наверное, японцы об этом и подумали. Мы сделаем мотоцикл большой, лютровый, чтобы он был как рыба в воде. На самом деле, дорогие друзья, на низких скоростях это играет немножечко дурную роль. Но на высоких скоростях вы действительно будете просто как аист летать. И маленькие передние тормозные диски просверленные. Для того, чтобы растормозиться не до такой степени, чтобы упасть, а плавненько растормаживаться очень хорошо. Поэтому, если и маленькие тормозные диски, и одна поршневая скоба от компании Kawasaki. Не надо никакого таких, как Kawasaki. Kawasaki. Маленькое переднее узкое колесо с вот таким протектором. Очень-очень-очень сильно хорошо. То есть, про переднюю подвесочку можно, в принципе, больше и не разговаривать. Немножечко они тут не доделали. Но все-таки этот мотоцикл назвали конкурсом для того, чтобы выиграть в конкурсе. И знаете, у них получилось. Они выиграли и сделали после этого Kawasaki ZZR 1100. Ладно, продолжим. Оранжевый отражатель. Для того, чтобы, когда вы стоите ночью, серый цвет, его будет не видно. И машина, которая светит, она поймет, что там вдали где-то стоит GTR. Ну что, обратите внимание, какие лифтвекторные карманы, которые будут захватывать воздух. Представляете, как на спортивном машине она захватит, и тепло оттуда уйдет. И вот такой козырек. Для того, чтобы, когда вы проехали по лужам, вода уйдет, и ноги ваши будут сухие. И хочу заметить, что состояние мотоцикла просто невинное. Мотоцикл просто пахнет невинно. Смотрите, все блестит. Все золотистым отдается. Все гаечки блестящие. Мы этот мотоцикл забрали у японца, который его хранил дома, вместо телевизора. И он не хотел его отдавать. Но мы забрали. Ну, продолжим. Все очень хорошо. Мотоцикл снабжен общей подножкой для того, чтобы его ставить дома и любоваться. И взята такая же ручка. Как на Пан-Европе он. Представляете, как на БМВ. Вот такая ручка, только она не откидывается. Ну, это же Кавасаки. Не обязательно, чтобы она откидывалась. Самолеты компании Кавасаки, хочу заметить, бомбили Перл-Харбор. Это единственные самолеты, которые долетели и выполнили свое боевое задание. Вы сейчас скажете, да, да, там, это было Zyro, Mitsubishi. Нет, это были Кавасаки, дорогие друзья. Ну, и поговорим про кофры. Очень приятно, что кофры сделаны в стиле дипломата. Вы можете ездить на работу, вот так их отстегивать, представляете, легким движением руки. И один, и второй. И вы, представляете, приходите. Хоп, вот так в магазин пришли. Я байкер. И достаете. И здесь книжка, конкурс. И вы можете прочитать. Тут все на японском, на английском. Ох, айо Годзимас, в общем. Очень сильно хорошо. И сертифик. Ой, это мы вам оставим. В общем, тут очень много документации, на самом деле, про японию. Ставится это очень легко. Обратите внимание, одна защелка всего лишь. Нам все обойдут. То есть мы вставляем на полозье. Просто вставляем на полозье. Представляете, вот так вставили, мои хорошие. Я это уже вспоминаю, пан Европиум. Вставили. Хоп. И застегнули. И застегнули. А, и застегнули. Легким движением руки. Чужие эти превращаются. Легкие превращаются в обалденный чумалочек. То есть очень все легко. Самое приятное, что инженеры с компанией Кавасаки, они подумали, что бы нам сделать на мотоцикле такого, что нет ничего на другом мотоцикле. И они сделали задний бардачок. Смотрите. Мы его открываем. И тут бардачок. А знаете для чего? Чтобы положить сеточку грузовую сюда. И потом, когда вот так, смотрите. Крючки. И здесь крючки. И вы с сеточкой вот сюда привязали палаточку. О, она держится. Вообще никто не догадался, какие они молодцы. И закрываются. Очень красиво щелкается. Стоп-сигнал большой квадратный. То есть его можно, если вы хотите модернизировать и тюнинговать мотоцикл, нарисовать вот такие кругляшки. А остальное закрасить краской. Как будто бы R1 будет. Большой брызговик, дорогие друзья. Который будет защищать вашу спину. Вашу поклажу. И вот здесь железный штук. И вы вот сюда вот номер. Большой государственный. С русскими буквами и цифрами. И здесь наклейка JAPAN. JAPAN переводится Япония, дорогие друзья. Значит, этот мотоцикл с любовью катался в Японии. Встану перед ним на колени. Господи. Большое широкое заднее колесо в хорошем состоянии. И дисковый тормоз тоже толстый. И глушитель у него вот с двух сторон. Но самое приятное то, что он на кардане. Представляете, мотоцикл за основу взять спортивный. А он на кардане. Это знаете для чего? Для того, чтобы все потребители. А, цепь обслуживать. А кардан не надо обслуживать. Просто забыл про него и все. А цепь на свою вот туда готова шею вот эту повисит. Все. Поворотники. Они вот это шатаются. Для того, чтобы на воздухе они немножко играли. И создавалось впечатление полета. Очень-очень. Вот я встану. Встану. Давайте подойдем сюда. Представляете, он серебристый, большой и ровный. Поэтому позволит здесь рисовать аэроградию. Лапки щелкают. Мотоцикл в идеальном состоянии. То есть, он не подвергался никаким падениям. Это просто юноша, можно сказать. С пробегом, сейчас мы скажем. А пробег у него всего лишь 31 314 миль. Господи. Да это очень-очень мало на самом деле. И у него кожаные кармашки на клепочках. Смотрите, обратите внимание. Они сделаны как раз под айфон 5, под айфон 7. И чтобы положить денежку и кожаный кармашек, застегивается. Представляете, и с этой стороны. Вот так отстегивается. Сюда тоже денежку положили. А вот сюда, вот в этот кармашке, перчатки свои. Самое приятное, что здесь стоят часы. Такие же, как на старом самолете, который бомбил Перл-Харбор. Представляете, время 10.44. Это зафиксировано именно то время, когда произошла бомбировка на Перл-Харборе. Ну, американцы об этом не знают. Никому не рассказывайте больше об этом. И вот это стекло очень большое, на которое можно клеить наклейки со слета. Представляете, вы приехали на байкерский слет? Наклейка, 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 наклейка. Ну что, расскажу теперь его физику. Мотоцикл очень прикольный. Конечно же, Кавасаки очень большой. Самое сразу, что мы узнаем, Кавасаки. Представляете, и он до такой степени мягкий. Почему он такой мягкий? А я вам больше скажу. Потому что именно на этом мотоцикле начали использоваться вилка, которая пневматическая, накачивается. Ее можно спустить, и он будет очень мягкий. Он прям вот так, как каравелла, представляете? Он очень мягкий. Поэтому по бездорожью вы будете ездить очень мягко. Только не упадите за счет переднего колеса. Поворачиваем, вот это все загорается, две лампочки, и заводим. Сейчас будет нонсенс. Работает он очень громко, грубо. Почти так же, как просто танкер. Двигатель работает сам по себе. Что-то там так, что-то так. Это очень мощно, и создается впечатление очень мощного большого мотоцикла. Поэтому будьте аккуратнее. Никогда не злоупотребляйте скоростью. Если вы хотите разогнаться, найдите прямую, разгонитесь, остановитесь, отдохните. А потом опять разгоняйтесь. В общем, путешествуйте на этом мотоцикле. Ну а сейчас я прокачусь и покажу динамику этого мотоцикла на низких скоростях. Но будьте аккуратнее. Продолжение следует... Хочу заметить, что за счет переднего узкого колеса при управляемом заносе мотоцикл изгибает по диагонали. Если вы готовы к этому, то, конечно, это будет интересно. Но если вы будете не готовы, и сзади будет сидеть ваша любимая пассажирска, и она вот в другую сторону, скорее всего, вы упадете и очень мягко. И за счет вот этих кофров вы упадете мягко. Вот такой, ай, мы упали. Аккуратнее падайте. Поэтому зеркала складываются, чтобы сразу их не сломать. Мотоцикл прикольный, интересный. А самое главное, он недорогой. Приобретя этот мотоцикл, вы можете спокойно ездить вместе с голдоводами, с вояжерами и еще там с чем-то. И вы будете на уровне, скажем так, господа. Все будут говорить, вау, какой интересный мотоцикл. А вы будете говорить, да, вот такой мотоцикл у меня. Ну что, дорогие друзья, мотоцикл реально интересный, эксклюзивный. Самое главное, он реально в хорошем состоянии, не подвергался падению. Сейчас я прокачусь по трассе, и вы вместе со мной понаблюдаете, что же за такой, за конкурс. И в каком он конкурсе победил. Именно этот мотоцикл в свое время стал, заложил, скажем так, у Кавасаки мотоцикл туристического направления с двигателем от спортбайка. То есть, они придумали, они не стали выдумывать, они взяли один мотоцикл, придумали второй. И вот сделали вот такое интересное чудо. Ну что, поедем прокатимся на конкурсе и посмотрим, чем же он так завоевал любовь у японцев. Ну что, шагунай! Добрый день, дорогие друзья, и компания Motolive.ru приветствует вас. Ну, это я сказал на автомате. А на самом деле, сейчас будут динамические испытания очень редкого мотоцикла для нашего рынка. Это Кавасаки конкурс. То есть, это большой туристический мотоцикл, взят за основу Zizir 1100, конечно, обвешан кофрами и, самое главное, на кардане. Ну что, посмотрим, что это за диковинка такая. Как и вся Кава, работает он очень жестко, с характерным звуком, чтобы напоминали, что самолеты компании Кавасаки все-таки бомбили Пер-Харбал. Ну что, прокатимся? Такой интересный. Ну что, прокатим. Такой живой, разговаривает. Ну, начнем с первые впечатления. По ощущениям, очень сильно похож на Zizir 1100. Мне специально залили очень мало бензина, якобы проверить меня. Старого образца пульты. Ну что, прокатимся. Ну что, поехали, мои хорошие. Fire! Хорошо. Примерно, как у Zizir 1 модели. Ну что, посмотрим, на что он способен. В сторону пластмассовое чудовище. Не дают, не дают. Но мы знаем, где мы немножечко отыграемся. Растормаживаемся. Динамика полностью, как у Zizir 1100. Ну, сейчас мы что-нибудь придумаем. Ну что, мои хорошие. Fire! Наехали! Это обыкновенный Zizir 1100, раздушенный, который едет. Гардан никак не забирает у нас динамику. Очень интересный мотоцикл. Гудит что-то. И даже от перегрузки правое зеркало у нас сложилось. Как прикольно. Кстати, зеркала взяты с Pan-European. Также низко сделаны для того, чтобы смотреть. Что мы там разогнали? Что-то разогнали больше 200. Ладно, нам не интересно. Сейчас мы будем пипикать на нашей любимой заправке. Проверим, он увидит. Пипик! Привет! Он просто сказал привет. Ну что, дорогие друзья. Очень интересный мотоцикл. Разгоняется неплохо. Стоит, как в 400-ка. Ну, довольно-таки динамичная. Пропустим. У нас же сегодня день ВДВ. Представляете? Мы пропускаем и пипик. Мы пропустили ВДВшников. И сейчас будем рвать. Ну что? За ВДВ, да? Сейчас мы им покажем. Смотри, какие напористы. Файя! Хорошо идем. Перегрузочки. Молодец. Умничка. Растормаживаемся. Впереди птицы летают. Шук-шук-шук. Какой ты хороший. Мой маленький друг. Отличный мотоцикл, дорогие друзья. Очень интересно. Им как-то рву-у-у-у. Саля! Расгоняемся, блядь. И следим. Тут надо растормаживаться. Да, да, да. В общем, вот такой мотоцикл. И все это мы сделали, вот когда эти десантники купаются, это, шук-шук-шук. Ну, день ВДВ. То есть, ребята, это все-таки посвящается вам. Кто, как не мы, вот мы это и сделали. А так, в целом, очень интересный мотоцикл. Так что, мотолебители, обратите внимание на него. Динамика ZZR 1100, ну, здесь далеко-то, а отошли от спорт-туриста, от гиперспорта. Это просто обыкновенный легкий турист, который разгоняется, там, сколько мы там разогнали? Что? 220 или там, или 240, не помню, сколько мы разогнались. В общем, очень удобно. Вон, пришли молодые люди, они хотят покупать что-то. Добрый день. И вот мы подъехали, и он... Отличный мотоцикл. Хочу, чтобы вы обратили на него внимание и зациклились. Приобретайте. Это отличный вариант для того, чтобы взять себе мотоцикл для путешествия и со своей девушкой поехать для Саити куда-то на берег моря. Кавасаки конкурсу. У него вот это, вот это и все. И самое главное, у него для конфет есть вот этот... Чик-чик-чик-чик. Все. Торопитесь, приобретайте. Motolive.ru Сейчас, одну минуту, ребят. Да-да-да. И мы заходим на шоу сейчас. Вик-вик, 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 вик-вик. Но он едет немножко быстрее, чем Джиксер 600. На-на-на.